Добрый день, уважаемые коллеги! Хочу поблагодарить организаторов за приглашение и возможность выступить перед вами. Тема моего выступления – это алк-позитивный немелкоклещный рак лёгкого. Я расскажу об опыте нашего учреждения. Это Первый медицинский университет имени Академика Павлова. Все больные у нас проходили лечение в институте. А диагноз этим больным был поставлен здесь, в институте онкологии, в лаборатории профессора именитого Евгения Наумовича. И это опыт нашей работы за последние пять лет. Мы наблюдали 84 больных алк-позитивных за это время. Это достаточно большой материал не только для России, но и для мировой практики. Поэтому, в общем-то, с удовольствием поделимся своим опытом. Ну, для начала я начну с тех вещей, может быть, которые вы хорошо знаете. Вот эту табличку все, наверное, лекторы очень часто любят показывать. Но я ее показываю потому, что вот правый столбик, который самый большой, и которым мы можем гордиться, он связан именно с алк-позитивным раком легкого. Потому что, как вы знаете, при персонализированной терапии, при наличии мутаций, даже при такой мутации, как мутации GFR, максимальная выживаемость, медианная выживаемость составляет 33 месяца на сегодняшний день. А при алк-позитивном раке легкого мы уже пробили эту, так сказать, черту и 3 года, и мы уже приближаемся и боремся за 4 года медианной выживаемости. И это произошло за буквально последние 5 лет, то есть достаточно короткий для онкологической науки период. И, в общем-то, это, наверное, такое, в общем-то, самое позитивное событие в лечении немелкоклечного рака легкого, которое, можно сказать, произошло последние десятилетия. Хочу напомнить, что действительно первые ингибиторы, которые мы применяли, это крезетиниб. Он остается на сегодняшний день единственным зарегистрированным в России и давал общую выживаемость около 2 лет. А 3-4-летнюю выживаемость мы можем получить уже применяя новые препараты, о которых я тоже вам сегодня позже расскажу. Но, коротко о мутации ЛК вы все хорошо знаете. Это 4-7% от общего количества аденокарцином. Именно аденокарцином не сочетается с другими мутациями. Поэтому, если мы находим мутацию GFR, то искать мутацию ЛК нет смысла. Молодой возраст, как правило, не связан с курением. Как правило, резистентен к многим режимам химиотерапии, за исключением пиметрикседа. Очень, так сказать, разнообразным способом может быть определен. Это иммуногисты химии, это ФИШ, это ПЦР. Ну и самое главное, что помимо химиотерапии и пиметрикседа, этот вид рака высокочувствительен к специфическим ингибиторам тирозинки и надзвы. Вот данные именитого Эдемидова, которые показали, что в общей популяции аденокарцинома в России цифры примерно такие же, как мировые. Но если мы будем селектировать больных, выбирать молодых, не курящих, то действительно среди этой селективной группы можно значительно увеличить процент выявления больного рака в лёгкого позитивного по алку. Типичная картина больного алка или, так сказать, аналог РОС, а сегодня о РОС мы говорить не будем, но, в принципе, это две очень, так сказать, мутации, которые лечатся примерно одинаково и, так сказать, находятся рядом. Это молодой возраст, средний возраст около 50 лет, как правило, это аденокарцинома и достаточно агрессивная, то есть уже на этапе диагностики очень часто у этих пациентов являются перикардит, метастазы в головной мозг, метастазы в печень, то есть, в общем-то, наступает ранняя диссеминация. И вот этот график показывает исторический факт больных, которые лечились с помощью ингибитора алк-резистенибом, это верхняя кривая, больные диким тиком посередине и больные алк, которые не были вовремя диагностированы, а были диагностированы уже, так сказать, посмертно, но, видите, так сказать, выживаемость самая низкая. То есть, это говорит о том, что те больные, молодые больные, которых, может быть, и мы раньше встречали в своей практике, они бурно прогрессировали у нас на глазах, и еще 10 лет мы их не знали, так сказать, и они могли быть больными на алком, потому что исходно, по сравнению с мутацией GFR, которые течут более-менее индолентно, больные с алком, это, конечно, более агрессивная патология. Ну, как я уже сказал, первый препарат, который у нас появился, он был зарегистрирован в 2011 году в Америке, и на сегодняшний день является единственным зарегистрированным на территории России, это кризистениб или ксалтуре. Было несколько исследований, наша клиника тоже принимала участие во всех этих исследованиях, где он применялся в качестве второй-третьей линии, в данном виде, так сказать, показаны результаты этого исследования, где выживаемость составила 7,7 месяца против трех месяцев при химиотерапии. И в этом же исследовании впервые было показано, что именно пиметрексет является препаратом выбора для химиотерапии, ведь ответ на ДОЦИТАКСЕЛ составил 7%, при ответе на пиметрексет около 30%. Но в то же время кризистениб показал 65% общего ответа, что как раз и служило основанием для регистрации этого препарата. И результаты применения в первой линии препарата кризистениб также подтвердили его эффективность. Как видите, 11 месяцев против 7 месяцев выживаемость, кривые достаточно хорошо расходятся, то есть они показали очень неплохие результаты. При этом общая выживаемость в обоих группах, и в химиотерапии, и в терапии ингибитором ALK, в связи с тем, что был кроссовер, он оказался одинаковым и составил 22 месяца. То есть эта выживаемость достаточно для того времени, когда применялся ингибитор первого поколения, по сравнению с стандартной 10-месячной выживаемостью, в два раза ее превышал. Также было показано, что в случае прогрессии заболевания лучше продолжать терапию кризистенибом, поскольку происходит сдерживание процесса. То есть определенный клон клеток прогрессирует, но тем не менее клон ALK-позитивных клеток мы продолжаем ингибировать. И если мы отменяем и просто переходим на химио-лучевую терапию, то общая выживаемость в группе составила около 11 месяцев, а в группе больных, где химио-лучевая терапия сопровождалась продолжением приема кризистима, выживаемость составила около 30 месяцев, практически в три раза больше. Теперь о нашем опыте. Как я уже сказал, у нас наблюдалось за последние 5 лет 84 больных, не мелкоколечным раком легкого, но кроме этого мы выявили еще несколько пациентов, которые у нас лечились тоже в рамках международных программ. Это больные с ALK-позитивными лимфомами. Это та патология, при которой впервые была выявлена дислокация, и, соответственно, они так и были названы, ALK-позитивная лимфомокиназа. И достаточно редкие пациенты, нам удалось их выявить, одна больная с опухоли толстой кишки и два больных с миофибробластом. Причем эти два больных с миофибробластомы живут у нас на протяжении уже 4 лет. Один находится в Владивостоке, другой в Нижневартовске, и они, так сказать, продолжают к нам летать каждые два месяца и наблюдаться в рамках клинического исследования профайла 13. Характеристика препаратов, которые принимали наши больные, как я уже сказал, конечно, большинство из них принимали участие в рамках клинических исследований и расширенного доступа. Кризотениб у нас получало в общей сложности 19 больных. Серетениб во второй линии, с которой мы начинали, 24 больных. В третьей линии 8 больных. В первой линии 32 больных. Это самое большое количество пациентов, которые у нас применял ингибитор ALK. Серетениб – это второе поколение, которое считается, что в 20 раз сильнее кризисе НИБа. У нас просто было достаточно большое количество клинических исследований, около 4, где использовался Серетениб. Ну и новый препарат Лоралатиниб – это ингибитор ALK третьего поколения. На сегодняшний момент продолжается исследование в рамках расширенного доступа. И на сегодняшний день 28 пациентов у нас наблюдается в этом исследовании. Ну и еще один препарат – инсартиниб. Это новый препарат второго поколения. На сегодняшний день только-только начали мы клиническое исследование с этим препаратом. Пока еще один пациент у нас попал в группу кризисе НИБа, а один попал в группу инсартиниба. Поэтому, в общем-то, продолжаем это исследование и дальше будем изучать. Как правило, здесь нету различия по полу. Если при мутации GFR мы все-таки видим значительное преобладание женщин, то при алкомунации примерно равное количество пациентов. Как я уже сказал, возраст достаточно молодой – 52-48 лет, как вы видите. И отличительная черта – это низкая связь с курением. У нас курило 15 мужчин из 34 и 5 женщин из 50. Все остальные были не курящие. Как правило, это аденокарциномы, различные виды. Но, тем не менее, надо не забывать, что и при плоскоклечном браке бывает мутация ЛК. Мы выявили за 5 лет трех бэндов с мутацией ЛК. И поэтому, если у вас есть пациент молодой, не курящий, но имеющий плоскоклечный рак, то, конечно, его тоже надо обязательно тестировать на лкоммутацию. Конечно, в первую очередь эффективна у нас таргетная терапия. Но, тем не менее, наши пациенты все получали и химиотерапию, и лучевую терапию. Особенно часто лучевая терапия использовалась при поражении головного мозга. При одиночном поражении применялся гамма-нож. И, как правило, при применении лучевой терапии на головной мозг продолжение той же самой проводимой терапии давал очень неплохой эффект. Ну и, конечно, не нужно забывать про хирургии. Не только в плане первичной диагностики или радикального лечения, а именно в плане повторных биопсий. Случаи прогрессирования заболевания на сегодняшний день считаются оптимальным вариантом делать повторное хирургическое вмешательство, желательно малоинвазивное, такое как торакоскопия или микротракотомия, если невозможно получить материал помощью обычных методов, таких как фибробронскопия или через бронхиальная биопсия. И роль хирургов, конечно, в лечении пациентов наших с распространенными формами немелкокочного рака легкого на сегодняшний день значительно возросла. Поэтому не только выполнение радикальных хирургических характерств, но еще повторной биопсии с целью изучения повторных мутаций, которые возникают в процессе лечения и приводят к прогрессии. Здесь перечислен профиль различных осложнений желательных. Как правило, чаще всего отмечались у наших пациентов такие осложнения, как тошнота, рвота, диарея, повышение уровня трансаминаза. Но случались и серьезные такие, как панкреатит и нарушение сердечного ритма. Общая эффективность лечения достаточно высока. Полных регрессий мы, к сожалению, не наблюдали, но в то же время у 76% мы отмечали частичную регрессию. Это достаточно высокий процент. Хорошо знаете, что при химиотерапии мы можем получить регресс в пределах 20-30%. То здесь 76% это очень высокая цифра. И только два больных у нас не ответили на лечение. Это небольшое количество, 2%. При общей выживаемости без прогрессии где-то порядка 16 месяцев. Еще раз напомню, что пациенты в основном у нас были не в первой линии. Они, как правило, были предлечены. И, конечно, достаточно тяжелый контингент для выживания. И 16 месяцев выживаемость без прогрессии – это достаточно хорошие цифры. В качестве примера покажу несколько пациентов. Потому что больные действительно разные проходили виды лечения. В частности, больной, которую я хотел первым показать, после того, как мы диагностировали опухоль верхней доли левого легкого метастаза, с правой долей лечения проводилось цисплотином с фемитрекседом. И, как вы видите, удалось добиться исчезновения очага в правом легком и уменьшение опухолевлео. Такая картинка. Тем не менее, через какое-то время этот пациент спрогрессировал метастазами в позвоночник. И была прекращена ему химиотерапия. И он назначен был кризотениб. И видите, на этой картинке мы увидим достаточно хороший ответ уже и в основном очагу. То есть он превосходил по значимости величине ответ на химиотерапию. Но, к сожалению, конечно, этот пациент опять прогрессировал. В дальнейшем он у нас уже получил ингибитор тирозин кинады следующего поколения. То есть тот вариант, который у нас пациент прошел все этапы. Химиотерапия, ингибитор первого поколения, ингибитор следующего поколения. Что все шло по нарастающей. Но были и случаи такие эксклюзивные. В частности, вот пациентка у нас была из Ульяновска, которая исходно была в крайне тяжелом состоянии. У нее были метастазы в позвоночнике, головной мозг, опухоль левого легкого. Был проведен уже курс сначала химиотерапии, потом курс лучевой терапии. И только после этого мы смогли поставить диагноз в июле 2013 года АЛК позитивного рака легкого. И был назначен у нас в ламках клинического исследования серетиник. И как вы видите, вот эта пациентка, которая исходно была достаточно тяжела, прожила 33 месяца. Но что интересно в этом случае, после того, как она спрогрессировала после 13 месяцев лечения на серетинибе, у нас другого варианта не было. Мы назначили кризотениб, что других клиентов на тот момент не было. И еще 12 месяцев она выдала стабилизацию на фоне применения кризотенибе. То есть переход с одного ингибитора на второго поколения на первое поколение в данном случае оказался эффективным. Нельзя сказать, что она дала выраженный ответ, но тем не менее это сохранило ей жизнь еще на год. Еще один пример, где больная тоже у нас жила, жена жива в течение 51 месяца. Но исходно первые две картинки – это метастаз головной мозг. Больной рак левого легкого и метастаз головной мозг. В данном случае у этой пациентки применялся только один вид терапии. Она случалась серетиниб, начиная с 2013 года. Как видите, два левых снимка – это разные режимы, которые показывают накопление контрастного вещества в головном мозге. И в дальнейшем у нее остался один черк и частичный регресс в легком. И больная на протяжении уже более 4 лет работает, работоспособна. И на сегодняшний день не требует другой терапии. То есть здесь была именно монотерапия одним препаратом. Но тем не менее, к сожалению, все наши пациенты прогрессируют. И связано с тем, что, как правило, развиваются вторичные мутации. Если при мутации GFR мы, как правило, видим в половине случаев один вид мутации, то при ALK, позитивном раке, очень разнообразный спектр различных мутаций. Как правило, большинство – это повторные мутации именно в гене ALK. Но тем не менее, возможны и другие варианты, как появление KERAS мутации, появление GFR мутации. То есть спектр очень разнообразный. И связано это еще и с тем, что и сам ALK, позитивный рак, он очень разнообразный. Видите, сколько различных подвидов существует. На данном слайде около пяти различных подвидов, различных мутаций. Поэтому, соответственно, и течение этих заболеваний, и ответ на лечение зависит именно от какого подтипа мутации есть. В прошлом году была опубликована одна работа ивонских авторов, которые разделили все виды мутаций на три типа. Самый частый был у них вариант 1. И они еще выделили вариант 2 и вариант 3, где объединили определенные виды мутаций. Первый вариант 33%, второй вариант 10% и вариант 3, а будет 29%. И в зависимости от этих вариантов они посчитали выживаемость при лечении кризотенибом, только одним из препаратов. Как видите, самый положительный результат оказался именно при первом варианте. Значительно лучше оказалась выживаемость у них. 11 месяцев против 4,2,10 при других вариантах. Поэтому действительно на сегодняшний день стоит задача определить подтип АЛК дислокации, потому что она может быть весьма и весьма разнообразна. И на сегодняшний день тоже такая работа проводится совместно с лабораторией профессора Именитова. Мы собрали материал наш, 84 бальных. Кроме этого мы взяли материал профессора Левченко, и онкология тоже, около 11 бальных. И профессора Нина Алексеевна Карасева и Фёдора Владимировича Моисеенко. То есть у нас получилась общая сложность 106 больных. На сегодняшний день этот вариант изучается. И, в общем-то, уже при другом типе лечения, как правило, потому что у нас большинство больных получали серетиниб. Так что в ближайшее время мы этот вариант будем опубликовать. И в результате прогрессии заболевания всегда у нас есть различные пути для дальнейшего лечения. В первую очередь, это, конечно, переход на ингибиторы другого поколения. К сожалению, в России они еще не зарегистрированы, но я думаю, что в ближайшие несколько месяцев они у нас появятся. В первую очередь, это будет препарат алектиниб компания РОЖ и препарат серетиниб компания Навартист. Эти два препарата уже применяются в Америке и Европе как вторая линия в случае прогрессии заболевания. И, возможно, различные варианты с применением химиотерапии. Кроме этого, при алкозитивном раке лёгкого использовались препараты теплового шока HSP-90. Иммунотерапия на сегодняшний день, к сожалению, не очень эффективна при алкопозитивном раке, поэтому попытки применения её пока не дают того эффекта, который мы видим при других формах рака. Поэтому, конечно, на неё надеяться нельзя. А в первую очередь, конечно, есть надежда на ингибиторы следующего поколения. Здесь представлено четыре препарата второго поколения, которые уже активно применяются за рубежом. Это серетиниб, поликтиниб, бриготиниб и энцартиниб. Как вы видите, примерно одинаковые показатели, где-то 40-50% при применении во второй линии терапии и достаточно очень хорошие цифры при применении именно в первой линии. По сравнению с кризетинибом антипрепараты имеют ещё одно очень важное преимущество. Они очень хорошо проходят через гематоэнцефалический барьер. Если при кризетинибе не более 50% мы видим ответов, то при применении этих препаратов в виде 60-70% ответов при применении препаратов с наличием метастазов в головной мозг. И выживаем без прогрессии в первой линии кризетиниб у нас был около 10 месяцев, как вы помните. Серетиниб даёт 16,6 месяцев и на сегодняшний день вперёд вырвался алектиниб почти 26 месяцев. То есть это, в общем-то цифра очень такая впечатляющая. которая на сегодняшний день является рекордом. Но тем не менее мы ждём результаты ещё других препаратов. Но если инсортиниб ещё находится на начальной стадии третьей фазы, поэтому нескоро мы получим цифру, то препарат бригантиниб, который уже в ближайшее время закончит третью фазу, ожидается достаточно интересные результаты. Как вы видите, результаты второй фазы они были очень небольшое количество больных, но тем не менее у них ответили 100% пациентов на лечение. Но ожидается выжимаясь без прогрессии уже в пределах 30-34 месяцев. То есть это новый рекорд, которого, так сказать, мы ожидаем. Интересный достаточно препарат бригантиниб, он одновременно ингибирует две мишени. это дислокация с АЛК и мутированный, не нативный, а именно мутированный GFR. И в общем-то препарат, который единственный в своем роде. И в настоящее время он даже рассматривается как препарат, который может применяться при прогрессии после оси мертениба, когда у нас есть мутация Т790М, когда мы применим оси артимид, и после прогрессии ригантиниб может рассматриваться как препарат резерв. Но это все наше будущее. Каждый из этих препаратов имеет свои охлаждения, они примерно стандартные, это повышение АЛТ, АСТ, липаза, глюкоза. Некоторые препараты в основном вызывают диарею, другие коллектиниб чаще вызывают наоборот запор, констипацию, но и такие стандартные осложнения как сыпь, другие возможные. Третьего поколения у нас на сегодняшний день препарат только один, который тоже в ближайшее время мы, наверное, увидим в своей практике, потому что тоже третья фаза началась. В настоящее время, как я уже говорил, у нас в клинике идет расширенный доступ, 28 пациентов, и, как вы видите, первую линию, к сожалению, мы не лечим этим препаратом, хотя очень хорошие результаты, 90% ответов, но во второй линии, 33-69, разница только в том, что, если препарат до этого принимался кризис, то ответ более высокий у тех, кто резистент кризису не то, 69%, а если больные получали алектиниб или серетиниб, то у них более низкий ответ, 33%, но все равно применяя уже после всех видов лечения, химиотерапии, ингибиторов теразинкиназа первого поколения и второго поколения применяя этот препарат, мы можем помочь нашим больным еще дальше продлить жизнь. Таким образом, мы в ожидании появления у нас на рынке новых препаратов, на сегодняшний день у нас есть возможность помочь этим пациентам в рамках расширенного доступа и клинических исследований, и в общем-то, так сказать, идет большое соревнование между фармацевтистическими компаниями сейчас, кто первый, так сказать, победит, потому что препаратов хороших много, вот, все они, так сказать, хотят занять какую-то часть рынка, но для нас и для наших пациентов это хорошо, когда есть такое соревнование, поскольку есть выбор, есть какие-то возможности для лечения этой очень такой интересной патологии рака легких. Спасибо. Спасибо огромное, Сергей Владимирович, за блестящий анализ, это всегда очень здорово, когда такой богатый опыт, и этот опыт прежде всего собственный, и вы можете им поделиться. Я вот хотела вас уточнить, вы действительно блестяще показали, что больные с АЛК-позитивным или неоклеточным раком легкого, фактически сейчас у них появляется возможность с каждым препаратом жить дольше и дольше. А вот подскажите, пожалуйста, то, что касается больных с метастазами в головном мозге. Для больных АЛК-позитивным, по-моему, это практически в половине случаев на том этапе, да, у них могут развиваться метастазы. Вот у меня две типичные ситуации. Первая ситуация, когда мы имеем стабилизацию экстракраниальных изменений в легких, внутригрудных, лимфатических узлах, предположим, надключечных, а соответственно возникает прогрессирование в головном мозге. Вот как в такой ситуации нам поступать? Отменять ли нам терапию АЛК-ингибиторами? Или же вот как лучше поступить? Или же продолжить, как будет данная ситуация? Ну, конечно, в данной ситуации желательно не отменять терапию АЛК-ингибиторами. Вот. И если это какой-то очаг все-таки подлежащий гамму на жуту, лучше всего провести лечение локальное и даже не менять терапию, как я уже сказал, мы очень много больных наблюдали, которым просто проводили гамма-нож и оставляли на том же препарате. Если, так сказать, все-таки неудача, прогрессирование, то лучше, конечно, переходить на АЛК- следующее поколение, если есть такая возможность, да, ингибитор, ну, или подключать химиотерапию. Но химиотерапию мы стараемся, если даже подключаем, не отменять АЛК-ингибитор. Единственное, что мы на время проведения химиотерапии не даем препарат, то есть получается интермитирующий режим, как при, допустим, GFR-мутации, есть такие интермитирующие музеи, когда проводится первые две недели, допустим, химиотерапия, вторые, там, две недели терапии ингибитором теразинкиназа. И здесь тоже вот таким образом мы ведем этих пациентов химиотерапию сочетаем с ингибиторами АЛК. То есть правильно ли я поняла, что может быть такая ситуация, что препарат тот же самый кризотениб по какой-то причине не проникает через гемотенцифалический барьер, то есть да, метастаз сформировался, но он достаточно проницаемый, лучевой терапией либо на весь головной мозг, либо локально, стереотоксически, мы, условно говоря, повреждаем гемотенцифалический барьер, и мы продолжаем после проведенной лучевой терапии терапию кризотенибам. Да, я думаю, такой механизм имеет место действия, хоть мы, так сказать, на 100% не можем сказать, но тем не менее мы видим усиление действия препарата после проведенной лучевой терапии. Спасибо большое. Будут ли еще вопросы в зале? Да, будьте добры. Большое спасибо. Действительно, замечательная лекция. Я просто даже не подозревал, что настолько хорошо лечение сейчас развивается при этом виде мутации. Я хотел бы спросить об бригантинибе, препарате, который во второй линии применяется. Вы сказали, что он таргетирует не только АЛК-мутацию, но и АГФР-мутацию. И в то же время, возможно, я вас неправильно понял, вы сказали, что это взаимоисключающие мутации. Пожалуйста, объясните, Сергей Ильич. Действительно, сочетания АГФР-алкала не бывает. Просто, как говорится, ученые и химики создали такой препарат. Ингибитор тирозинкиназа это такая малая молекула, совсем, так сказать, небольшая, и можно химическим способом синтезировать, который ингибирует действительно две тирозинкиназы, которые АГФР ингибируют и которые ингибируют АЛК. Данных по применению этого препарата у АГФР-пациентов я, честно говоря, не знаю, потому что сам препарат у нас в России еще не зарегистрирован, а он только, так сказать, зарегистрирован сейчас, насколько я знаю, в Америке, как вторая линия лечения АЛК-позитивного рака легкого, но, тем не менее, производители Токеда купила сразу в американской компании этот препарат за 5 миллиардов долларов вместе с компанией, так сказать, и в него очень, так сказать, верит, говорит, что это будет лучший в мире АЛК-ингибитор, но поживем и видим. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...